Друзья, приветствую! Я в лаборатории ВМП Авто. Многим из вас хорошо знакомо это место. Возможно, вы знакомы даже с Евгением, сотрудник данного исследовательского отдела. И с помощью Евгения мы проверим, закроем окончательно вопросы по маслу Синтек по вязкости. Значит, есть две канистры одинакового масла. Это Синтек Супер 1040 в разного цвета канистрах с разной датой производства. Значит, серебряная канистра это 31.07.2022 и бронзовая канистра 16.02.2022. Обе канистры запечатаны с помощью вот такого прекрасного прибора. Прибор находится в государственном реестре средств измерения. Мы проверим вязкость на 100 градусах при заморозке и еще одно масло это микс из масел свежих, которые вы присылали на проверку. Попробуем определить, какие его показатели. Так, обе канистры запечатаны. Вскрываем, отливаем небольшой объем. Баночки предварительно подписаны. Я извиняюсь, забыл включить микрофон, но это немного не мой формат репортаж. Вот, поэтому не обессудьте. Когда-то будет звук появляться, когда-то исчезать, потому что ускорение будет, чтобы не затягивать время. Так, вторая канистра тоже запечатана. Тоже отливаем. Обратите внимание на цвет. Июльское, на мой взгляд, прилично отличается. Более светлое масло. Я думаю, что здесь уже изменена рецептура. Используются китайские компоненты. Вот, первым делом сейчас Евгений занесет в базу название образца и можно будет проверять новый шприц. Так, закладываем в кювету. Так, не закладываем в ячейку, простите. Предварительно необходимо мягким растворителем промыть всю систему, продуть ее очищенным воздухом. Прибор контролирует полностью этот процесс. И когда прибор даст отмашку, что все в порядке, можно будет закладывать образец. Пролив масла по всей системе до момента слива в баночку с красной крышкой. Все, все готово. Система заполнена. Погнали. Значит, сейчас я буду включаться, отключаться, потому что время немало. Так, ну все, смотрите, друзья, измерение подходит к концу. Вопросов к вязкости по маслу, выпущенному в феврале 22-го нет. Практически в середине диапазона для сороковки находится. При вязкости 100 градусов. Ну вот видите, вот с вязкости. Температура одна тысячная туда-сюда. Очень точно будет, конечно. Ну, примерно вот 14,5-14,6 генетической вязкости в 100 градусах. Так, немножко сейчас я ускорю этот процесс. Прибор, видите, снизу красная линия. Пока она не станет зеленой, процесс не закончен. Сейчас я немножко ускорю это. И вот результат. Индекс вязкости 174. Расчетная вязкость при 40 градусах 89,03. При 100 градусах 14,54. То есть вопросов нет. Все верно. Соответственно, значит, один из индекс вязкости для масла, произведенного в феврале 22-го года, соответствует действительности. Сороковка соответствует сороковке. Диапазон, напомню тому, кто, может быть, не знает или забыл, для сороковки диапазон от 12,5 вязкость до 16,3. Здесь видели 14,54. Так, закладываем второй образец. Это уже масло июльское. Также помечается образец. И запускаем процесс проверки данного образца. Так, ну вот температура практически выровнялась. Да, мы сразу видим, что генематическая вязкость практически на 8 единиц. Да, ниже, на 10%. Конечно, ячейка немножко перегрета, и сейчас она подрастет. Вот уже ниже 40, минус 0,005 градуса. Растет еще. 82, да. Так, ну вот заканчивается измерение второго образца. Да, удивительный результат. Практически такая же вязкость. Индекс вязкости и вязкость кинематическая. При 100 градусах. Ну, сейчас посмотрим финальный результат. Так, здесь я опять ускоряю процесс немножко. Видите, красная линия, она еще не позеленела снизу экрана. Вот там, видите, подписан образец, название его. Синтек Супер. Дата производства указана. Так, сейчас посмотрим. Видите, все, прибор обрабатывает данные. И сейчас уже... А, нет, еще красная. Просто так, бликануло. Секунду. Все. Ну вот. 86,22. Расчетная кинематическая вязкость при 40. И 14,42. Чуть-чуть ниже. Да. Образец менять не будем. Сейчас можно на этой же... А, сейчас померяем этот образец. Раз он такой актуальный. На минус 20 градусов. Да. Сейчас выберем другой метод. Измерим вязкость в точке. Значение будет очень близко к низкотемпературной вязкости CCS. Отличие могут быть, так как приборы разные, но донастроить прибор в ближайшее время мы попытаемся. Чтобы он мерил именно CCS вязкость. То есть мы выбираем температуру, задаем. Тут у нас есть такая табличка. Если у нас масло 10W, оно должно быть не больше 7000 дипоскал в секунду при минус 25. Зададим температуру минус 25. Минус 25. Сейчас он с 60 градусов будет достаточно долго охлаждаться до минус 25. Мы пока даже не будем начинать измерения, чтобы проба стабилизировалась. Ну и, соответственно, когда будет готов, мы продолжим. Да. Опять повторяющихся, до 5 повторяющихся тестов. Если отклонение между измерениями будет меньше 0,1%, то результат принимается за верный. Ну, соответственно, мы измеряем сейчас не кинематическую вязкость. На нее можно не смотреть. При аффициальной температуре нас интересует динамическая вязкость. И она будет отличаться от вязкости холодной прокрутки в пределах 10%, так скажем, погрешность, не больше. Ну, все. В принципе, запустили процесс измерения низкотемпературной вязкости. Давайте посмотрим, что намерит прибор. Ну, вот, в принципе, прибор проделал 60% работы. Третье измерение из 5. Нас интересует это значение динамической вязкости. Припасали она должна быть не более 7 тысяч. Здесь, мы видим, 6, 13, 7. Причем на всех трех измерениях она плюс-минус одинаковая. Там, единицы. Да, можно не тратить время. Вот еще один образец. Ультрамикс. Ультрамикс. Составлен из образцов присланных масел. Здесь все. Все, практически все, что есть на рынке. Чейка была очищена. Очищена. Программа индекс вязкости. Представляем 3. Вязкость гинематической при 40 и 3. 100 градусов. Ну все. Обозначает, Евгений обозначает этот образец в базе. И запускает процесс проверки ультрамикса. Сейчас посмотрим, что намерит прибор. Попробуем определить его параметры. Ну вот, прибор заканчивает измерение супермикса, созданного мастерами на основе ваших образцов. И посмотрите, какие значения масла попало в диапазон для тридцатки. По высокотемпературным свойствам 11, ну 12, да, практически. Ну, хотя с другой стороны пока рано еще говорить. Видите, красная полоска снизу экрана. Процесс измерения еще не закончен. На финальной стадии, видите, тоже какое-то время занимает. Потому что очень высокая точность. Можете оценить по температуре. Тут прибор оценивает температуру, подстраивает температуру с тысячными долями градуса. Вот видите, здесь одна тысячная. Сто градусов и одна тысячная. Поэтому там, где высокая точность, там не бывает быстроты. И сейчас этот процесс тоже одним кадром я ускорил его. Вот и еще чуть-чуть и будет готово. С такими супер-мегамиксами тяжело работать. Даже такому оборудованию. Вот видите, подписано внизу. Измерение ультрамикс, это называется. Спрашивайте в магазинах вашего города. Ну вот, финальный результат. Вязкость 69,8. Индекс вязкости 167,3. И расчетная кинетическая вязкость при 100, 11,88. Ну, 30-ку. В 30-ку диапазон для 30-ки попало. И сейчас, значит, проверим еще данный образец на динамическую вязкость данного образца на низкотемпературных свойствах. Минус 25, это стандарт для 10W. И посмотрим, что покажет данный образец. Ну, вот результат по маслу ультрамикс. Вот такой. При минус 25 у нас 4800 пасхалин. Или пасхалин. Ближе к десятке. А так по факту сложно сказать. Но будем считать, что 8W38. Получилось. Так, к сожалению, времени не хватило. Проверить на низкотемпературный достаточно долгий процесс это с заморозкой образцов по времени не хватило. И поэтому Евгений сделал мне на следующий день, через день, в свободное время. Проверил образец. Вот видите, баночка на минус 20. Это февральский образец. Да, укладывается в нормативы. Тут чуть меньше 6000. А норматив для 15W – 7000. То есть, и второй образец, 31.07. Тоже на минус 20. Вот снимок с экрана. Тоже это 15W. Не 10W, а 15. По десятке оно слишком быстро густеет. А в пятнашку вполне себе попадает. И, кстати, июльский образец стал получше. По низкотемпературным свойствам. Что можно резюмировать по синтеку? Очевидно, есть расхождение с написанным на этикетке и содержимым канистры. Это не 10W, а 15W. Поэтому рекомендовать для каких-то более-менее холодных регионов нельзя это масло. Можете просто банально на минус 22 не завестись. А для южных регионов, как вариант, там и, наверное, у пятнашек и диабазон ценовой немножко отличается. Вот такой результат получился. По ультрамиксу, я бы сказал, это масло получилось где-то 8W33. Вот так примерно. Из этого можно, кстати, сделать вывод, что тридцатки преобладают в общем количестве образцов. Спасибо всем, кто посмотрел данные видео. Надеюсь, было интересно. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok